Та самая практическая часть про защиту сайта. Что делать? Я не буду погружаться в технические детали, потому что, на самом деле, времени мало. Я расскажу в целом, с чего начать вообще. То есть, чтобы вы представляли последовательность действий, и вообще, что из себя представляет защита сайта, с какого именно сайта малого бизнеса, предпринимательства или частного проекта. То есть, это не относится, естественно, к системе защиты ГДБО в какой-нибудь банковской сфере. Это достаточно такой простой подход, но эффективный. И мы, на самом деле, его практикуем достаточно давно. Он работает на 100%. Клиенты очень редко к нам возвращаются с проблемами, защищенные по защите сайта. Если возвращаются, то только для защиты нового. Значит, из чего состоит защита сайта? Элемента основных два. И эти два элемента, они взаимодополняют друг друга. Это технические средства защиты и организационные меры защиты. Одно без другого не работает. Что такое технические средства защиты? Во-первых, это проактивная защита, которая накрывает, если так визуально представить, сайт неким защитным экраном. Это Web Application Firewall или проактивная синонима, или WAV, его если крафтой называют. То есть, это такая штука, это программное решение, которое через себя пропускает все запросы, идущие на сайт. Плохие она отфутболивает, хорошие она пропускает. В том числе, вот этот Web Application Firewall, он выполняет функции виртуального патчинга. То есть, когда выходит, допустим, новая версия WordPress, Joomla, какой-то другой CMS, иногда очень сложно быстро обновить сайт. Или иногда даже невозможно. Если взять старые версии Joomla, 1.5 какой-нибудь, обновление до свежей версии 3.0 равносильно созданию нового сайта с нуля. Поэтому никто, естественно, заниматься этим не будет. А уязвимость остается. Поэтому что делать? Вот решение Web Application Firewall. То есть, он на уровне виртуальном, как бы он на уровне запроса блокирует атаку. Если он знает, что эта атака приведет к взлому сайта. Что такое Web Application Firewall? На самом деле, вариантов может быть несколько. Это может быть плагин к CMS. Это может быть модуль веб-сервера. Это может быть некий внешний сервис, к которому вы подключаетесь. Он обычно всегда платный. Это облачный WAF, его называют. То есть, это решение, которое через себя сначала пропускает весь трафик, идущий на сайт, а потом его пускает уже на хостик. Типа Cloud Flare. Ну, Cloud Flare, да. Это наиболее типичный пример. Cloud Flare, который проксирует, то есть пропускает через себя трафик, фильтрует все опасные запросы, всех ботов, на этом этапе отсеивает всякие разные попытки атак. Что еще? Снижает нагрузку, естественно, на сайт. Все это защищает админку, допустим, двухфакторной аутентификацией, чтобы нельзя было провести атаку подбора пароля или получить какой-то несанкционированный доступ по админку, не админу. То есть, все вот это выполняется на уровне WordCash Firewall. Очень классная штука, если она грамотно сделана, она там много всяких флюшек еще реализует внутри себя. Единственное, что я бы хотел отметить, важную вещь. Если совсем, скажем, вы не технический человек, вы настроили WordPress, можете поставить плагин для защиты. Но вообще говоря, плагины, то есть защищать сайт плагином неэффективно. Почему? Потому что защита должна работать на более низком уровне по отношению к сайту. То есть, если есть сайт, он работает под неким веб-сервером, то защищать нужно средствами веб-сервера или операционной системы. Как это сделать? Ну, это целая лекция, на самом деле. Но важно понимать, что плагин – это как план B. У меня такой вопрос. Вот если мы используем систему управления сервером веб, общедоступная, и там Apache не обновляется, это как-то влияет? Да, это может влиять, потому что… Да, но уровень системы, потому что другое с Apache не работает. Ну, нужно следить, на самом деле, какая там версия, и какие выходили критические обновления под него. Поэтому, да, могут атаковать через веб-сервер, то есть, если есть уязвимость, могут взломать сайты через веб-сервер. При этом сайт будет защищен, но взломают чуть более низким уровнем. А если речь идет о хостинге, где мы неконтролируемые… Хороший вопрос, да, могут взломать через панель хостинга, могут взломать через программное обеспечение, сервисы, которые работают на этом хостинге, подобрать пароль от FTP. Все это лежит на… Ну, защита от атак на уровне ниже вашего сайта – это ответственность хостера. И именно поэтому хостинг нужно выбирать грамотно. Что это такое? Это значит, что хостер, как минимум, должен быть в топ-20 хостингов, хотя бы по числу сайтов, которые он обслуживает. Есть статистика, можно перейти, посмотреть, кто там в топе висит. И есть некие критерии выбора хостинга. Если интересно, я в конце расскажу, как люблю. То есть есть определенные принципы безопасного размещения сайта. Если хостер им соответствует, допустим, сайты размещаются изолированы друг от друга, то это хороший хостинг. И вероятность взлома через него меньше. Естественно, никто на 100% в безопасности вообще ничего не может гарантировать. Остается небольшой процент, но он очень низкий для тех хостингов, которые постоянно занимаются обновлением технических средств своих, там, программного обеспечения и так далее. У кого там грамотные админы и так далее. Не нужно размещать друзей на хостинге. Не нужно размещать на собственном сервере, если вы не знаете, как его защищать. То есть это такой общий совет. То есть лучше отдать все специалистам и крупному хостингам. Чем крупнее, тем, в принципе, вероятность взлома его меньше. А вообще при создании сайта лучше его сначала защитить, а потом или потом? На каком этапе лучше его поставить? Лучше всего сначала сделать сайт и локально, чтобы доступ был только у вас. Можно ограничить, скажем, по IP-адресу, чтобы сайт открывался только для вас. Вы его разместили, протестировали. Дальше можете или привлечь стороннего какого-то специалиста, чтобы он потестил безопасность у него, или вы можете специальными программами потестировать. Там есть в том числе бесплатный сканер, который показывает вам какие-то совсем неизвестные уязвимости, чтобы хотя бы не было ошибок в настройке сайта. А после этого вы его открываете для публичного доступа. Это более правильный способ. То есть он у вас как бы уже в сети, но не для всех доступен. Вы можете открыть только определенному кругу улиц его. И дальше, когда все готово, и вы знаете, что вы базово эти вещи проверили, уже его публикуете и даете на него ссылки. Тут нужно понимать, что как только вы отправили сайт на индексацию в Google, или разместили на него ссылку в Twitter, в Facebook, в ВКонтакте, эта ссылка уже проиндексирована ботами. И, соответственно, сайт с большой вероятностью может уже попасть в хакерскую выборку, и на него уже пойдут атаки. Эти атаки идут 24 часа в сутки, там, в середине недели, без остановки. Вот сейчас мы сидим, а на наш сайт, допустим, обязательно идет атака. Ну, потому что мы там много где засветились уже. И постоянно мы по логам смотрим, там постоянно что-то бомбят. То есть пытаются найти уязвимости, подобрать какие-то пароли, понять, на какой CMS работает сайт, чтобы проводить уже целевые атаки. Это... ну, с этим нужно смириться, во-первых. И именно по этой причине нужно сайт обязательно защищать. Потому что без этого сайт завалят монетамет. Вот. Первый момент. Понятно, да? То есть что такое application firewall и какая функция у него основная. То есть это защитный экран. И второй момент – это цементирование сайта. Это набор, скажем, дейский, которые вы или тот, кто делает сайт, производит на стороне хостинга. Задача вот этого цементирования в том, чтобы ограничить свободы на хостинге. То есть отключить все лишнее, чтобы этим не смогли воспользоваться хакеры. Отключить какие-то ненужные интерпретаторы. Если сайт работает на PHP, не нужно Perl, поддержку или Python. Если, допустим, вы не используете системные какие-то функции, их тоже стоит заблокировать, потому что через системные функции на PHP могут запустить какие-то хакерские процессы. Или какие-то выполнить действия, получить доступ к системным файлам. Сюда же входит ограничение доступа к различным файлам настроек. Допустим, можно разместить в корневом каталоге бэкап сайта. И сайт взломают не потому, что у него есть уязвимость, а потому, что хакер смог скачать этот бэкап, из него доставил пароль от базы данных и через этот пароль взломать сайт. Кстати, вот еще один из интересных таких векторов. Когда по имени сотрудников и подрядчиков сайт взломается, после того, что там в корне лежат различные файлики интересные, которые быстро определяются с храмами. То есть это могут быть инструменты для работы с базой данных, это могут быть файловые менеджеры, это могут быть резервные копии сайта. Их обязательно нужно убирать. А если вы кому-то заказываете сайт, следите за тем, чтобы у вас не оставалось этих файлов в храме каталога после работы специалистов. Иначе взломает сайт, даже если он будет супер защищен, все это не спасет. То есть цементирование сайта – это затягивание гаек на хостинге. То есть нужно отключить все ненужное, нужно настроить правила, которые ограничивают доступ к каким-то файлам, к системам и так далее. Обновить CMS – это тоже элемент цементирования. По английски он называется «hardening», то есть затягивание гаек. Его можно выполнять как на сервере, так и в CMS. То есть вот это два основных элемента, которые нужно выполнить для того, чтобы сайт был защищен от нецелевых, нетаргетированных атак. Почему это недостаточно для того, чтобы защититься от целевой атаки? Потому что при целевой атаке время у хакера больше намного, и он может искать различные лазейки, использовать достаточно сложные сценарии для того, чтобы провести атаку на сайт. И скорее всего вот этого не будет достаточно, там нужно будет еще проводить дополнительные работы на уровне хостинга. Но вот 90% атак вот этого защищает и замечательно все работает. Что касается организационных мер, это второй пункт, если вы помните. Тоже очень важная вещь, но его очень не любят вообще вебмастера, потому что он требует участия человека, причем постоянно. Вообще про безопасность стоит обратить внимание на то, что безопасность это процесс, это не разовая какая-то процедура, вы один раз что-то настроили, сидите и считаете, что все безопасно. Безопасностью нужно заниматься постоянно. То есть если вы технические какие-то решения можете настроить один раз, то вот эти организационные меры защиты нужно выполнять постоянно. Первое значит следить за своим рабочим местом и за рабочим местом тех людей, которые имеют доступ к сайту. То есть как минимум нужно чтобы был установлен антивирус на компьютере, как минимум чтобы это была операционная система с обновлениями, там желательно конечно наши менеджеры, поскольку нет уверенности в том, что они там нечаянно не кликнут в какое-нибудь письмо, их компьютер не заразится, они работают на Ubuntu. Убунту операционная система, она, я вот не знаю таких прямо громких случаев, когда взламывали ее. То есть ее можно взломать, но вероятность очень низкая. Не то что Windows. Даже MacOS, она более надежна в этом плане. И как бы одним из элементов вот этих организационных меры защиты может быть работа с сайтом с компьютера под операционной системой Ubuntu условно, который тоже предоставляет на уровне пользователя достаточно такие удобные функции. Второй момент важный это сетевое подключение. То есть как вы подключаетесь в интернет. Очень много есть случаев, когда, скажем, фрилансер, там какой-нибудь, который обновляет странички на сайте, сидит в кафе, в шоколаднице, подключился к бесплатному Wi-Fi, подключился к FTP дальше к сайту и что-то там обновляет, ему хорошо, он кофеет. Но при этом вот это подключение, оно небезопасно, потому что или роутер может быть взломан, и на нем размещен там троян, который проксирует трафик через себя, и если он видит, что идет соединение по FTP, он может пароли просто отправить на некий сервер удаленный, где они коллекционируются. Или это может быть пароли от админки, которые сливаются таким образом. И если на конференции подключиться к бесплатному Wi-Fi, даже вот в калорке, то есть нет уверенности, что, допустим, Wi-Fi здесь безопасно. На конференциях очень часто в той же сети поднимается или специальная программа, то есть хакер запускает на своем компьютере специальную программу, которая сниферит трафик, то есть перехватывает весь трафик по Wi-Fi внутри этой сети, и он может отслеживать какие-то подключения к сайту, к почтовым ящикам и себе куда-то сохранять эти учетные записи. Это первый момент, а второй – это когда поднимают точку, допустим, мост-метро-фривид. В свое время была интересная такая атака, когда создавали точку доступа на конференции, и у всех смартфоны автоматически подключаются по Wi-Fi, у кого Wi-Fi включен, к этой точке. А эта точка, на самом деле, собирает весь трафик через себя, и сливаются все пароли через это дело. Разве кто-то передает пароли в открытом виде, есть же функция с открытыми дверями, типа... Да, к сожалению, классические FTP-протоколы в открытом виде передают открытым пароли. Если есть в сети снифер трафика, который перехватывает весь трафик, в нем прямо видно в открытом доступе логин, ну, то есть в открытом виде передается логин и пароль. Поэтому один из советов не пользоваться FTP вообще, то есть забыть про этот протокол. Так, у меня осталось 10 минут, давайте я немножко ускорюсь. Второй момент, это управление доступом, точнее, третий момент, это управление доступом. Что это такое? Значит, есть пароли от хостинг-панели, есть пароли от FTP, есть пароли от админки, есть пароли от почтового ящика. А вот этими доступами нужно, опять же, распоряжаться грамотно. Во-первых, их нужно часто менять, устанавливать сложные, не одинаковые ни в коем случае. Их нужно хранить где-то в надежном месте, в менеджере пароли. Их нужно предоставлять другим людям только на ограниченное время, то есть на какой-то ограниченный срок. И желательно создавать для этих людей отдельные доступы с минимальными привилегиями, так скажем. То есть, если, допустим, вы арендуете выделенный сервер, у вас там висит сайт WordPress, и вам нужно, ну, вы попросили какого-то человека обновить вам шаблоны, дизайн. Вот не нужно давать root доступ, то есть самый главный доступ к этому серверу, этому фрилансеру. Нужно создать специально под него отдельного пользователя, у которого будет ограничена вот эта вот область действий. То есть, что домашний каталог пользователя будет указывать точно в папку с темами или там с шаблонами. И он только там сможет работать. Вот это безопасный способ управлять доступами. Обычно как? Кидают доступы, вот все, что у меня есть там, разберитесь сами, вы технические специалисты. Да, и не дают скайпы. Да, и то есть все доступы улетают, и потом где эти доступы гуляют, никто не знает, эти доступы не меняются годами. Очень частый пример, когда, скажем, создаются FTP доступы, передаются подрядчику, подрядчик поработал, а дальше все забывают, что эти доступы вообще были. И потом оказывается, что у подрядчика троян висел на компьютере, эти FTP логин и пароль ушли куда-то на сторону, и через месяц сайт взломали через эти FTP логин и пароль, это видно по логану на самом деле, и, собственно, сайт взломан оказался. А кто виноват, ну, тут не очевидно, потому что, с одной стороны, доступами никто не занимался, никто не сменил их после работы подрядчика, и, с другой стороны, ну, подрядчик был тоже не очень грамотный, то есть он не следил за безопасностью рабочего места. Это пункт номер один из два. Далее, резервные копии, очень важный момент, про него вообще можно много рассказывать, но самое главное здесь пункт такой, резервные копии должны создаваться теми, кто создает сайт. Потому что надеяться на хостера, который создает резервные копии, нельзя. Очень много случаев было, когда выходил из строя, скажем, резервный диск, на котором хранились копии сервера, и, ну, хостеру просто неоткуда было взять эти файлы, а они извинялись и предлагали просто добавить немножко денег вам на баланс. Но если у вас сайт потерялся, там что-то сломалось, то, наверное, вам это не очень будет интересно, и сделать ничего с этим нельзя. Поэтому резервные копии обязательно сами создавайте, раз в месяц или раз в полгода, в зависимости от того, как часто обновляется ваш сайт. Можно автоматизировать этот процесс при определенном умении. Далее, обязательно тестируйте эти резервные копии, что в них лежит. Бывает, что вебмастер себе запустил некий автоматизированный процесс резервного копирования, но оказалось, что что-то пошло не так, и все эти архивы пустые. То есть там нет базы данных, допустим, или там нет каких-то важных файлов. И при попытке развернуть сайт, ну там сайт взломали, уничтожили, этот владелец сайта думает, у меня есть резервные копии. Берет из нее, пытается восстановить, сайт не работает. Допустим, не хватает базы данных. Вот обязательно нужно сделать себе восстановление. Из некой резервной копии проверить, что там все файлы на месте, что из нее действительно можно поднять сайт. Далее, да, ну вообще общее правило такое. Значит, есть у хостера последние три или семь дней, ну то есть копии за семь, за три дня. Далее, есть одна копия у вас, скажем, раз в месяц вы ее создаете, и вы ее храните на своем компьютере и в облаке. Вот это самая безопасная схема. Потому что, если что-то произойдет с вашим компьютером, из облака достанете, если облако там что-то случится у вас на компьютере, и плюс, всегда свежую копию можно у хостера скачать. Ну, или всегда. Или не всегда, но часто. Вот. Далее, инструктаж помощников, подрядчиков, сотрудников или там кто-то, кто хочет участвовать в жизни вашего сайта. Надеяться на то, что вы обратились к специалистам, там, к суперпрограммистам, и они знают, как безопасно работать с сайтом, это очень наивная позиция. На самом деле, никто не заморачивается с этим делом, то есть, никто не знает, как безопасно работать с сайтом, все делают, как им удобно. То есть, удобно, там, создать FTP аккаунт, у которого пароль 1, 2, 3, 4, 5, чтобы его не запоминать, и работать с этим доступом. Вот. Проблема в том, что через этот доступ могут взломать сайт. Поэтому, обязательно, с вашей стороны, вы, как владелица, как руководитель проекта, как, там, может быть, руководитель организации, как сайт, который поддерживается, должны обязательно сделать себе наподобие памятки и передать эту памятку всем людям, которые работают с сайтом. Чтобы они знали, что им можно делать, что им нельзя делать, как часто им это делать. И вот это все нужно описать в виде некой схемы. И последний момент, очень важный, это нужно всегда иметь плавно случай каких-то инцидентов непредвиденных или плавно случай пожара. То есть, что вы будете делать, если ваш сайт завтра взломают? Вот, куда вы пойдете, что вы сделаете, в каком порядке? Потому что, когда это происходит, обычно начинается паника, все делают с вытраченными глазами. Что делать, давайте в бэкап восстановим. В основном, это из бэкапа в итоге нельзя произвести анализ взлома, найти источник взлома. И сайт, в общем-то, не вылечен, получается, потому что не факт, что в бэкапе там не осталось каких-то хакерских скриптов, которые загрузили раньше. В общем, это очень плохо, когда это не организовано. Поэтому обязательно нужно иметь план обработки вот этого инцидента безопасности. Ну и, неответственно, безопасности. Может что-то не так пойти с сайта, но вы должны знать, к кому вы обратитесь. Или как вы будете проводить восстановление сайта. И почему самая глава уже нужно понимать, что именно так. Ну и по профилактике теперь. Профилактика, естественно, намного приятнее, чем борьба вот с последствиями. Почему? Потому что вы заранее можете узнать, что сайт взломали, но еще не успели его повредить. То есть на раннем этапе вы можете определить, что сайт был взлом. Если даже вы не принадлежите в взлом, вы можете обнаружить его на ранней стадии. Поэтому меньше затратите ресурсов на восстановление. Там меньше денег, меньше времени и так далее. Два наших бесплатных решения. Можете их загрузить. Они открытые для личного некоммерческого использования. Пожалуйста. То есть мы бесплатно можем оказать даже помощь в интерпретации отчетов. Если вы, скажем, проверили свой сайт на вирусы, ничего не поняли, что в отчете, присылайте его нам. Мы бесплатно подскажем, есть там вирусы или нет. Что это такое? Первое. Это скамер файлов на хостинге. То есть если у вас, скажем, сайт работает на WordPress, важно периодически, раз хотя бы в месяц, скамировать его на наличие вирусов. Вот у нас для этого есть скамер Айболит он называется. Ему уже, там, в 2012 году он у нас работает, очень новый лет. Он интегрирован в панели некоторых хостингов. Можно даже в панельке прямо просканировать свой сайт. Он показывает, есть ли вирусы, есть ли хакерские скрипты, есть ли какие-то муизрицы. Вот. Вы можете свой сайт проверять им. Это проверка файлов. Второй момент. Это проверка страниц. И важно ее делать вместе. Потому что есть какие-то хакерские скрипты, которые в файлы скрываются. Их снаружи не видно, вы не сможете их снаружи определить. А есть какие-то инъекции на страниц, которые в файлах не показываются. Потому что они в базе данных сидят. Или они могут загружаться вообще со сторонних сайтов. А это нужно сканировать и первым, и сторонним сайтом. Вот Rescan Pro это сервис, который по адресу сайта проверяет, что на страницах сайта размещено. Есть ли там какие-то вирусные фрагменты. То есть он, на самом деле, притворяется посетителем. Внутри виртуальной машины запускает браузер. Внутри этого браузера пытается по-разному спровоцировать действия вирусного кода. Допустим, будет ли переуправление на какие-то внешние ресурсы. Или появятся ли какие-то инъекции. Или что-то произойдет нехорошее. Допустим, создастся файл на диске. Это будет означать, что в результате действий пользователя будет то же самое. Это означает, что что-то пошло не так, скорее всего, вирусный код. Плюс он проверит, нет ли на странице вирусного кода. Плюс он проверит, нет ли сайта в черном списке Яндекса, Гугла, Роскомодзора и так далее. То есть это такая комплексная проверка файлов и страницы. Это обязательно делать вместе и хотя бы раз в месяц. Давайте, может, вопросы? Ну да, ну в принципе, как бы из важного тут все. Есть еще у меня небольшой раздел, связанный с тем, как строить отношения с подрядчиками. Я не знаю, насколько интересно всем и насколько у нас есть времени. То есть кратко, если расскажу, работайте по договору. И договор включает в себя три вещи. Это соглашение, ну сам договор подряда, в котором обязательно должно быть указано, что вы заказываете, в каком виде вы должны это получить. ADA, то есть это соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Это второй документ, который важно оформлять и описывать, что является конфиденциальной информацией, как вы ее передаете и что будет, если ее раскроет подрядчик. И третий момент, который обычно никогда не оформляется, это SLA. Это соглашение об уровне оказания услуг. То есть когда вы, допустим, заказываете что-то в студии, вы ожидаете, что, допустим, на ваши вопросы ответят в течение какого-то времени. И они могут отвечать месяц на ваш вопрос. И вот чтобы этого не было, SLA определяет как раз, насколько быстро вам будут отвечать на вопросы, насколько хорошо будет работать сервис, насколько стабильно, допустим, будет работать сайт и так далее. Вы определяете некие метрики, по которым оценивается качество оказания услуг. Это вот кратко, если это то есть, по договору. Контроль за доступами, опять же, нужно делать при работе с подрядчиками. И аудит по завершению авгу. Что такое аудит? Это вот можете проскалировать его вот этим и вот этим хотя бы, и посмотреть, нет ли каких-то вирусов после подрядчика, или нет ли каких-то новых уязвимостей. Вот, в общем-то, и все. То есть резюме из того, что я рассказывал сегодня. То, что нужно, во-первых, понять, надо ли вам заниматься безопасностью конкретно этого сайта, настроить технические средства, составить план по организационным мерам и научиться работать с подрядчиками. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ